Радио Хит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Конечно же, в этот день арчане делились все эти своими фотографиями с этого праздника. Радостному настроению способствует сама природа. Ворские цветут вишни и яблони. Уже вовсю зеленеет трава и распускаются одуванчики. Этой красотой наполняются и аккаунты горожан. Редактор субтитров А.Семкин Люблю грозу в начале мая. В этом году нам довелось увидеть отличные поэтические молнии над Урском. Страшную красоту арчане успели поймать в свои гаджеты. Весной наступает пора субботников. И горожане как могут украшают и приводят в порядок свои дворы. Ключевая фраза здесь как могут. Вот такой необычный сюрреалистичный полисадник сфотографировал и выложил в сеть один из пользователей. Ну, фантазии автору этого арт-объекта точно не занимать. В следующей части обзора, которую назвали «Извне», мы рассказываем о самых популярных видеороликах, которые заслужили внимание тысяч пользователей всего мира. Космонавт Олег Артемьев снял видео лунного заката с борта Международной космической станции. Ролик со страницы бортинженеров в социальной сети ВКонтакте перекочевал во все соцсети, в том числе и Инстаграм. Спутник Земли заходит за горизонт планеты и исчезает, не доходя до кромки. Такое явление можно увидеть только на МКС. В погоне за хайпом молодой человек из Липецка, Максим, разместил на своей странице в Инстаграм шокирующее видео. Он решил искупаться в супермаркете в аквариуме с живой рыбой. На ролике, который снимают друзья, видно, как он заходит в супермаркет, раздевается и в одних трусах и носках залезает в аквариум. Макс утверждает, что позднее ему пришлось купить всю рыбу, с которой он плавал, и оплатить чистку сосуда. Известный дизайнер сумок решил удивить посетителей модного показа в Милане и вместо моделей выпустил на подиум дронов. Летающие роботы демонстрировали модные новинки. Правда, зрители смотрели больше на дронов, чем на аксессуары. Снятые на мобильные телефоны видео с показа быстро разлетелись по Инстаграмам. Под хэштегом «Богатые русские дети» в Инстаграме появилось снятое с беспилотника видео с автомобилем, дрейфующим возле собора в Санкт-Петербурге. Ролик вызвал массу споров. Люди, которые рискуют другими людьми ради видоса в Инстаграм, уважения не заслуживают, считает один из пользователей. Другие же сочли, что на улице уже ночь, и поэтому опасности для окружающих нет. Намерены ли сотрудники ГИБДД искать гонщиков, в федеральных СМИ не сообщается. Москвич Евгений Мишуков решил усадить 10 котят вместе для общего фото. Вот только не учел, что урок у него всего 2. Пока он ловил одних маленьких сорванцов, другие расползались в сторону. Неизвестно, получилось ли фото, но видео очень повеселило пользователей соцсетей. Видео, которое разошлось по всем соцсетям. Бабуля отжигает, а по-другому и не скажешь, под музыку 90-х. Тусовщица получила массу одобрительных отзывов на просторах интернета. Так двигаться способен далеко не каждый любитель дискотек. На этом все, друзья. Не забывайте отмечать интересные фото и видео хэштегом «Орск.ру.обзор». Самые любопытные из них обязательно попадут в нашу рубрику на сайт «Орск.ру» и на ТВ. Всего вам доброго и удачных снимков! К нам в студию «Радиохит» на неделю приходила мастерица, и мы из полимерной глины слепили конфетки-обманки. Хочу кого-нибудь разыграть и накормить ими. Какая я коварная. Прямо сейчас не отходим от темы. Говорим про декор вместе с Еленой Марченко. Всем привет! Я Елена Марченко, и я декоратор. Сегодня мы с вами будем делать интерьерный ящик. Его можно использовать для игрушек, для книг, для цветов, для чего угодно. Мы его сделали своими руками. Купили в обычном строительном магазине строительные рейки. Распилили их на разные части, нужные нам были размером каким. И скрепили обычными саморезами. После этого мы еще и глюдов прикрепили колесики. Теперь мы будем его декорировать, будем его застаривать. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Закончили мы красить наш ящик. Мы его сделали с эффектом старины, добавили ему потертости. И делали в бело-черной гамме под наш интерьер. Вы можете использовать совершенно любые цвета на ваш вкус. Сегодня мы будем декорировать деревянный ящик методом, который называется «старая морская лодка». Он будет наноситься несколько этапов и разными цветами краски. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сегодня мы превратили деревянный ящик в такое вот прекрасное кашпо. Можно, конечно, и не кашпо использовать, а как-то там для хранения мелочей или чего угодно. Но сам смысл просто, что всего за 100 рублей мы можем сделать такую гениальную вещь. Всем спасибо, до свидания. Всем привет! С вами Светлана Безрукова, и сегодня мы будем делать фэшн-макияж. Сейчас на самую выпирающую часть скулы, на спинку носа, на галочку над губой подбородок я нанесу кремовый хайлайтер. Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас мы припудриваем зону под глазками и подвижное веко. Я припудриваю сияющей пудрой. Хочется, чтобы все лицо сияло, выглядело свежим и естественным. Берем бронзер и прорабатываем все впадинки. И сейчас, когда уже кожа подготовлена, мы сделаем финальный блик. Как раз возьмем кремовый хайлайтер, или он называется строп-крем. И достаточно жирненьким слоем нанесем на выпирающие зоны. Не забывайте становиться частью нашей группы Хитарянка ВКонтакте. Будьте с нами еще ближе. С вами была я, Ангелина. До встречи на следующей неделе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok